Руслан Костов, когда сказал, что аграрная мафия во власти абсолютно субъектна, а власть не субъектна. Значит, то есть речь идет о разных уровнях, но если мафия представлена, она субъектна. Ну и здесь очень важный момент для объединения левых сил в вопросе продажи земли сельскохозяйственного назначения. В мире любят и уважают только силы. Слабость не прощают не только врагам, но и друзьям. То есть современная политическая борьба и борьба с политическими оппонентами, если выходит партия, она всегда персонифицирована. Вот Руслана власть делала, персонифицировав его, как абсолютное зло с Востока. И вот вы замечаете, этот принцип работает сегодня у всех. Прежде всего у американских левых, к которым относят себя Хиллари Клинтон, Обама и так далее, что врага ты должен выбросить определенное лицо и выступать против него. Если мы говорим, здесь действительно выступающая правильно говорила об агрохолдингах, о том, что надо у них спрашивать, ну тоже Руслан говорил, что агрохолдинги это как раз и есть агромафия. Давайте советую с агромафией. Агрохолдинги бывают разные. Кстати, если это агромафия, то это мафия в Украине, эти олигарки, которые самые закрытые. Если по газовым схемам мы все знаем, здесь схем гораздо больше. Но эта мафия присутствует, и как ее персонифицировать? Управляют это вполне реальные люди. И если говорить, с кем бороться, ну есть реальный министр агрополитики Тарас Кутовой. Он как бы менеджер этой агромафии в кабинетах. Значит, кабинетах власти, значит, и сейчас к Кутовому готовят золотой парашют в должности главы, значит, полтавской, значит, областной государственной администрации. Там он уже рейдерскими получил 4000 гектар земли. То есть это вполне конкретный человек, который проводит конкретную политику, и он за нее сегодня отвечает. Значит, если говорить, значит, его программа, с которой он пришел год назад, программа реформы 3 плюс 2. Значит, он не говорит о продаже земли. Он, значит, говорит как раз о, значит, о продаже прав аренды, а не о праве продавать землю. То есть превращение права на аренду в товар, который будет выступать банковским залогом. Значит, в этом вопросе он просто защищает как раз нашу агромафию, которой, значит, абсолютно невыгодно покупать землю за реальную стоимость. И как здесь правильно говорилось про 1000-5000 гривен, ей гораздо, значит, брать ее, арендовать за копейки, значит, нарушая права тех людей-селян, которые не знают, что со своей землей делать. Значит, поэтому, значит, и сегодня, и завтра, то есть для того, чтобы объединять левость, то есть, значит, каждого врага надо персонифицировать, забрасывать его 30 тысяч писем. Значит, это если есть процесс, то процесс должен быть против конкретного человека во власти. Закончить я тоже хочу цитатой, но цитатой, если мы действительно говорили про, значит, того врага внешней транснациональной корпорации, и техническое правительство от них, которое было, и которое вот сейчас в роли МВЭК вернется, то, значит, про нашу эту агромафию у Джорджа Орла есть такая прекрасная фраза, которая определяет все схемы и модель агромафии, которую мы можем, значит, по своей неопытности, или так, как раз наоборот защищать. Так вот, Орл говорил так, единственной надежной основой олигархии может быть только коллективизм. Богатство и привилегии легче всего защищать, когда ими владеют сообща. В сфере земли мы, значит, когда работаем, значит, выполняем задачи и защищаем право людей на землю, мы не должны защищать социальных паразитов, которые это используют и продолжают жить в нашем обществе. Спасибо. Спасибо большое. Сейчас последнее приватизируется. Государственный сектор или общественный сектор в сельском хозяйстве? Хотят всю землю, значит, приватизировать. Вопрос, какие рычаги остаются у государства влиять на ситуацию? Не остается. Тогда вопрос, что это за государство? Как оно может выполнять? Я не ошибаюсь, у нас написано, что у нас социальное государство. Как государство может выполнять свою социальную функцию? Оно не, ну как, вопрос, извините риторический. Не может, не владея, особенно в такой стране, как Украина, которая, экономика получается, избыточно открыта, слабая субъектность и государства, и экономических, так сказать, субъектов хозяйства. Ведь, на самом деле, покупка земли в Украине, допустим, иностранцами, не с целью ее обрабатывать, а с целью, чтобы она оставалась необработанной, это тоже как-то ничего личного, только бизнес. В условиях, когда сегодня Евросоюз, с которым мы, так сказать, вступили в отношения, некие, так сказать, односторонние, макроновские, я бы так сказал, 140 процентов, есть данные уже, что 150, но я привык к цифре, 140 процентов от своей потребности сам производит агропродукцию. Ему нужны рынки дополнительные, зачем им поставки чужой цельхозпродукции? Мы с этим будем постоянно сталкиваться, чем дальше, тем больше. И, собственно говоря, ведь, опять же, очень хорошо, вот что говорят эксперты, ведь это раз и навсегда, ну, во всяком случае, там, на лет 30 будет принято, допустим, там, закон, потом несут эти изменения в Конституции. Имеем ли мы право принимать решения за следующие поколения? От себя скажу, я считаю, что я не имею права принимать. Я жил в разные периоды, у меня разный специфический опыт, я понимаю, есть некоторые, там, Петр Алексеевич сразу капиталистом родился, в Советском Союзе, так сказать, цеха, форца, нет, а я не шучу. А я, знаете, ну, вот опыт был развит, так сказать. К капиталу Маркса я вернулся от капитала в институте, пройдя, так сказать, через, так сказать, всяких этих, всяких коперов начитавших, и вернувшись с капитала, так сказать, вот, со своим опытом. И я говорю, что я не имею права принимать за это. Я вам должен сказать, и Гаврилюк не имеет права, и Глуценко не имеет права, особенно в том состоянии, в котором он принимает решения, принимать решения за следующие поколения. Эти люди, посмотрите на них, они не имеют морального права принимать. Возможно, следующее поколение в других условиях, через 20 лет, там, в 30-м году, примет, возможно, это будет решение о продаже земли. Это их будет осознанное решение. Мы не имеем права их принимать. И я вам последнее скажу, что только рынок, но мы же как-то, представить себе, что Украина ввозит сахар, ну, это вот что-то такое вот запредельное. Но я вам скажу, что были, у нас был очень эффективный премьер-министр такой, Юлия Владимировна, кризис-менеджер, если вы помните, где она появлялась как менеджер, сразу появлялся кризис. Я понимаю то, что я скажу, это мелочь экономически, но она очень символична. У нас два года подряд баланс по ввозу, экспорту и импорту сала был отрицательный. Понятно, это экономически не стоит выделываться, но сам факт, что мы закупали, мы же любим пошутить про сала, про то, как мы куда-то его везем с собой, как там, мы два года подряд, так сказать, у нас был импорт сала превышал, ну, товарищи, ну, закончится тем, что будет экспорт гумуса из Украины. Ну, чем не статья доходила. Я на этом заканчиваю, я понимаю, что с цельного все уже сказано. Я просто хочу сказать, что в этом есть, кроме юридической, безусловно, кроме экономической, финансовой, кроме всех составляющих, есть моральная, есть этическая и есть эмоциональная составляющая. И так как, если мы занимаемся политикой, то от тех трех составляющих последних тоже нельзя отказываться, надо их использовать. Благодарю вас за внимание. ...делать, вот, в одной из, там, более двухсотых организаций Гарана Поток, и их достаточно большое количество, для того, чтобы как-то влиять на этот процесс, ну, это не шутка, но, тем не менее, учитывать, конечно, этих людей очень активно как-то приходится в нашей жизни. Два слова буквально по поводу медийных таких квазимифологем или концептов, которые у нас еще нет трех лет уже существуют. Это, конечно, земля там украинская, политая кровью наших граждан, которая там отлоевывается. Это не столько внешние притязания, сколько внутриукраинские истязания. Это все террор Украины, тому сколько она. И я уж там младшу про Крым, но этот вопрос, он бесконечно педалируется, дискутируется. И, конечно, здесь тоже микросоциалисты могут взять какую-то позицию, которая покажет, что путь к примирению, он вот и должен идти через, через, ну, уточнение какое-то очень ясное, может быть, платформы, связанные с тем, что рынка земли в таком диком, там, примитивном, я не говорю, быть не должно. А существующие отношения, собственность, связанная с землей, тоже нуждается, мне кажется, в каком-то прояснении. Это может не по Марксу, но, так или иначе, это все настолько затемнено. Ну, все же понимают, не только мост там через Днепр, отъедет в сторону Шевчангская площадь, сейчас там земля. Там Суркинс, там Шуфрич, там все это уже давно привидировано. Бокаевские земли, то есть, ну, можно фамилии перечислять, очень много. И, ну, иллюзия, что эта земля, вот она такая, ничейная или государственная, или не все собственники, она уже почти как-то повытерлась, но то, что начнутся процессы, как только будет объявлен этот, не знаю, конкурс, то, какая из транснациональных монополий лучше поучаствует в нашей с вами жизни, вот эту ясность нужно микросоносить. Вот такое короткое замечание, уже передаю микрофон, тут спикерам опыт. Да, нет, дай, 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 дай. Нет, ну, Василий Стойкин, пожалуйста. Ага, так. Люди, человеки, кто так строит? И выставляется на продажу, там, допустим, в Германии только порядка половины. Поэтому, скажем, какой рынок земли нам хочет наездать власть, непонятно. Еще на сегодняшний день ответа на этот вопрос нет, и тут поднимался вопрос, там есть голоса в радио, нет голоса в радио. Но обычно, когда есть политическое море лучше руководства, то голоса можно найти, хоть физически, хоть по методу нищен, когда там устроить скупку, занести деньги. Поэтому сегодняшний день практически этому противоставить никак нельзя, кроме как давить улицы. Но в этом плане, как я не знаю, почему партия социалистов собирается отобрать, они собираются увидеть людей. К чему мы придем по итогу? Я так понимаю, что тут как раз таки у авторов этой аферы века как раз таки инициатива идет не о тех 75% в угоде, которые распаеваны между селянами. Их в основном интересуют те оставшиеся, которые являются государственной собственностью. Действительно, вот их можно либо же будет приватизировать, либо же отдать за долги, и это достаточно большой куш. А как раз таки я считаю, что те пои, которые принадлежат селянам, они на самом деле действительно вторичны. Агрохлодингам их скупать не сильно интересно. Ну да, наверное, кому очень нужны деньги, они смогут их выставить и там, скажем, если в Европе это десятки тысяч долларов, то, наверное, я думаю, в лучшем случае, если по тысяче долларов раздадут, скажем, птичать, но это, наверное, будет идеально. Потому что в начале 90-х вообще разговаривали просто фантики, так называемая ваучерная приватизация на сути всего народного достояния. Сейчас у нас будут какие-то живые деньги. Но тут тоже никто не поднимал вопрос, это земельного кадастра. Во-первых, у нас не полностью заполнен. Абсолютно нет нормальной никакой описи этой земли. У нас ежегодно порядка, насколько я знаю, 10 тысяч дневных дел, да, переделы этой земли, потому что кадастра не является совершенным. И вот, как раз таки, на бытовом уровне, если у нас будет вот этот дикий рынок открыт, мы увидим, по сути, наверное, кучу каких-то стабендеров, которые будут продавать не только бумажки, не только воздух, да, земли по факту не будет. И это будет проводить действительно, я думаю, с серьезным таким социальным бунтом в селах и на местах. Поэтому, скажем, я, конечно, не знаю, будет этот троник земли или не будет принять сейчас, потому что на самом деле еще предыдущий транс в прошлом году, который выдавался в сентябре МВФ, но тогда уже до конца 16-го года МВФ требовал, да, был маркер, да, принять этот закон. Вот, сейчас они выставили новую дату до конца мая. Естественно, я понял, что до конца мая тут не так многое время, единственное, что надеюсь, что депутаты, они тогда по своей традиции будут продолжать авансом обещать МВФ, просить деньги наперед и в процесс стянуть дальше. Вот, потому что есть, конечно же, законопроекты и продвини в моратории, и, наверное, это был бы идеальный сейчас вариант для Украины, чтобы это куда-то отложить во времени, но мы тоже прекрасно понимаем, что рынок земли нельзя бесконечно тоже откладывать. Там, допустим, в той же России, в 2002-го года, и, скорее всего, мы тоже к этому рано или поздно придем, вопрос только на каких условиях, вопрос, какие будут предохранители, да, кто будет в основе себя покупать, и вопрос, в каком положении социально-экономическом будет страна, потому что на сегодняшний день действительно это достаточно будет негативный, единственный, я думаю, шаг для будущего Украины. Спасибо. Продолжение следует...